Уровень безработицы в Грузии во втором квартале этого года повысился примерно на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 12,3%. Так гласит официальная статистика. Однако вопросов в данной ситуации больше, чем ответов. В стране из-за эпидемии все отрасли несут убытки. Экономика давно не видела такого провала и люди повсеместно лишаются работы. Как определяют уровень безработицы и так ли на самом деле обстоят дела, выясняла Юлия Тужилкина. В Грузии из-за пандемии закрылись многие предприятия. Особенно пострадал малый и средний бизнес. Удар пришелся по всем сферам экономики. Туристов нет, как и нет и крупных иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот снизился, не востребована сфера услуг. Все это пагубно влияет и на рынок труда. Особенно серьезно пострадал туристический сектор, который обеспечивал работой сотни тысяч человек. Вероника Джиранашвили несколько лет назад переехала с семьей на родину мужа в Тбилиси. Они построили гостевой дом и открыли небольшое турагентство. Вероника успешно выучилась на гиды, ездила по стране, показывая гостям достопримечательности. Но эпидемия коронавируса внесла коррективы в жизнь предпринимателей, практически заморозив их бизнес. Все мы в ожидании, потому что, естественно, так как мы оба с мужем, вся наша семья, скажем, вовлечена вот в этой сфере, мы, естественно, сейчас без доходов. То есть это сложно, конечно, мы что-то придумываем, мы надеемся, конечно, на лучшее, но, скажем, никто не ожидал, что вот как-то будет настолько все жестко. Хотя мы надеемся, не зимой, скорее всего, такого вот потока гостей к нам не будет. В плачевной ситуации оказались и рестораны, кафе, отели, музеи, парки развлечений. Многие предприятия сократили персонал. Однако, согласно официальной статистике, число безработных за год увеличилось лишь на 1%. На чем основываются эти данные, мы узнали у специалистов. Если хотя бы один час в неделю человек работал, он считается занятым, он считается трудоустроенным. Не имеет значения, он работал на своем земельном участке, он или она работал где-то на участке, или же бесплатно в семейной фирме, или же где-нибудь, хотя бы помогая соседу за плату. Но это считается занятым человеком. Например, по опросу уверенности потребителей, 24% всех респондентов, всех опрашивая, сказали, что потеряли или работу, или же семейный доход полностью. И 38% частично потеряли работу или семейный доход. То есть это огромные цифры. И еще один интересный факт. По официальным данным, число самозанятых за год в Грузии увеличилось. Однако, по словам экономистов, даже если людей причислили к такой категории, то это совсем не значит, что они зарабатывают столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить себя и свою семью. Юлия Тужилкина, Шалва, Суромилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси.